Welcome, welcome, welcome. Продолжаем смотреть Пеннис Ванов против команды Клауд Найн. И вы проголосовали сами за это. Я предлагал голосование. Вы согласились. Рэй появляется у команды Клауд Найн. Это первый раз, когда импакта прогоняют из команды Клауд Найн. Напоминаю, что Рэй начинал за команду Клауд Найн играть против команды Дигнитес. Они одержали победу. Вторую игру проиграли из-за Рэя. Он плохо сыграл на Ренектоне. И заменили его. Вышел импакт. Победа. Второй раз они играли против команды Тим Ликвид. Он выиграл первую игру. Вторую опять на Вафлил был на Маукае и проиграл Туплейн на Утилусу. Или наоборот, он был на Утилусе и проиграл Маукаю. Минус 100 фарма. Его заменили. Вышел импакт. И они победили команду Тим Ликвид. И сегодня произошло то, что вчера ужасно играл импакт. Сегодня импакт в первой игре провалился ужасно. И сразу же Риппер, не прощающий такое, заменил его на Рэя. Мгновенно. Не желая видеть второй раз бесполезного Грагоса в своей команде. Тем более мы с вами правильно отмечали, что именно Грагос виноват был в поражении. Не только пик Грагоса, но и игра Грагоса. Вы сами видели, что он там корявил. И вот это мне нравится в тренере команды Cloud9. Вот то, что я посмотрел интервью там с ним, то, как он с командой общается. Риппер не прощает. Он серьезно сразу ставит на место игроков. Не хочешь играть? Иди нахрен отсюда. Все. Здесь команда чемпионов. Или каких-то даунов. Хочешь играть среди даунов? Иди в Тим Ликвид. И сейчас все, все фанаты Тим Ликвид такие... А-а-а! Да он не только ненавидит национальности, он еще и ненавидит Тим Ликвидов. Да что же этот стример себе позволяет? Шутит этот стример, ребят. Феникс Ванэ. Забрали себе Лебланка. Она была не забанена, и Рю решил ее себе взять. Плюс Адриан забрал себе Хиллера сразу. Любопытно, что они забрали саппорта. По мне, надо было забирать Варус Лебланк Камбу. Варус же не забанен. А, забанили они сами. Ну ладно, допустим, тогда забирать Лебланк Казикс. Или вы хотите отдать Казикса туда? А, не знали, что Казикс они не заберут, потому что Рингар Оупен. Ну тогда ладно. Тогда ладно. Допустим, годится. Годится нами. Годится, прощаю. Удовлетворили, старичка. Ну а других чемпионов они не хотели палить, пока не увидят, что собирается делать команда Клауд Найн. То есть топера рановато пикать, потому что еще неизвестно, что будет делать Клауд Найн. А стопроцентных топеров не взять. Они уже забанены. Это я имею в виду Моукайя и Шена. Ну Дженсен взял у нас Райза. И Райза хорошо стоит против Лебланка. Мы с вами это видели. Или Эру забирает Ашу. Извините, Эза вместо Аши. Феникс, вы знаете, кто у вас там на Ада Керри играет? По-моему, они только что проиграли игру. Вот здесь вот. Еще даже не надо видеть, что команда Клауд Найн пикнет. Они взяли Эза. Для Эруа. Еще бы Кейтлин для него взяли. И чатик не понимает, а чего это он тогда взъелся на Эруа? Кто не знает, Эруа это кореец, который раньше играл в команде, не помню, как называется. По-моему, Лан Джо они тогда и назывались уже. Они были на ИЭМе. Мы смотрели на ИЭМе эти матчи. Это было в прошлом году. И я видел, как ужасно Эруа гонял на Эзи Кейтлин. Команда проигрывала все, что можно было, пока они не взяли себе для Эруа Ашу. И тогда я прифигел, насколько, оказывается, этот парень умеет играть. Но здесь они дали ему опять Эза. Ну, поглядим, может, я что-то... Может, изменился скилл его за полгода? И он научился на нем гонять. Просто, ну, мне кажется, если ты не умеешь на Эзи изначально играть, то ты как бы и дальше уже не научишься на нем играть. Просто чемпион сам по себе такой, знаете, как велосипед. Если ты скиллшоты научился кидать, то в будущий... Ну, ладно, пьяным ты не будешь попадать, согласен. Ну, даже спустя какие-то дни, года, ты все равно сможешь играть на нем. И с позиционированием у тебя не будет проблем. Единственное, там билд менялся теоретически, но он не сильно менялся. Олаф был еще взят для Меттиуса. Меттиус у нас мастер по Олафу из Соло Ку. Я, наверное, из-за этого Меттиуса перестал на стримы смотреть, если он не играет со Сникой или там с Тобиусом, или с Болсом, или еще с кем-нибудь. Почему перестал? Потому что Меттиус постоянно играет Олафа в Соло Ку. Просто постоянно. Вы даже не представляете, как скучно смотреть матчи за Олафа в Соло Ку. Я не знаю, что может быть скучнее, только смотреть, как капает вода из крана. Хотя это умиротворяет. Ну, Олаф от Меттиуса тоже умиротворяет, но это реально скучно. То есть он бегает, в начале игры просто фармится, фармится, фармится. Еще немножко фармится. Возможно, куда-то прибежит кого-нибудь, где-нибудь отпулит. Поможет там Мидеру, поможет Топеру. Немножко угомонит его. И дальше фармится, фармится, фармится. И тут происходит интересный тимфайт, в котором, знаете, что делает Олаф? Нажимает R и бежит в Адекере. И одно из двух. Либо он убивает этого Адекера, либо нет. Никакой механики. Ничего. Скукота. А у нас, ребят, Фиорочка. Ставим за Фиорочку в чате к смайлике, если вы хотите больше Фиорок, меньше Маукаев и Шенов. Ну и, конечно же, ставьте ничего, если вы хотите, чтобы мы видели постоянно Маукая и Наутилус на Топе. О-о-о-о. Можно еще второй смайлик ставить, ребят, если вы хотите больше видеть Кледов. Напоминаю, что у Кледов винрейт в этом сезоне 0.5. И это, возможно, будет 0.6 Клед. Еще какой-то сегодня чемпион был пикнут, которого редко мы видели. А, это в параллельной игре там был пикнут, да? Все я правильно помню. Нет, не в параллельной. В параллельной здесь все стандартные пики. Какой-то был еще сегодня чемпион пикнут, которого винрейт отрицательный. Или Клауд, наверное, хотели его пикать и просто показали. О, хорошие какашечки здесь поставили. Вот это будет веселый топ. Ну, наконец-то топ. Он из КТ ушел. А, ну вот, он и КТ Ростерс, а не Ложонги. Видите, я ошибся. Шака. Не, ну Шака это немножко другое. Там просто был чемпион, которого уже пикали 3-4 раза, и он ни разу не выиграл. Я что-то не могу вспомнить. Сегодня было такое. Но это было в параллельной игре. Это, видимо, когда первая игра целая или что-то такое. Так-то да, мы сегодня видели Шака, но его видели первый раз, и он проиграл. О, нам показывают трибуны. Не все места заняты, хотя, я так понимаю, вот эти вот нижние места, это... Ну, более дорогие места, поэтому туда люди не купили билеты. Ну, а мол, какая разница, все равно трибуны не показывают. А будешь ты сидеть на полметра ближе к своей команде или на полметра дальше, не имеет значения. Все равно после игры можно вставать и эти руки пожимать им. И после полностью Best of 3 можно все равно пойти за сценой, пофотографироваться, подарки вручить. Там Мэтьюс... Ой, не Мэтьюс, этот Сники рассказывал на своем стриме, как там после... Когда в Лос-Ан... Не, не в Лос-Анджелесе, это в Торонто было, да, по-моему? В Мэдисон-Сквэр-Гарден. Это в Торонто, да, если я не ошибаюсь? В Мэдисон-Сквэр-Гарден в Нью-Йорке или в Торонто? Нет, это в Нью-Йорке, в Мэдисон-Сквэр-Гарден в Нью-Йорке. А в Торонто, как этот стадион у них называется? Стадион Maple Leafs, который... Блин, тоже у него есть название. Знаменитое на весь мир. Так вот, когда они в Мэдисон-Сквэр-Гарден играли, он говорил, что к нему потом подошло огромное количество людей, они ему там посылок навручали и так далее, ему пришлось даже заказывать отдельно, чтобы на машине это все привезли. То есть, потому что ему огромное количество подарков люди навручали. И он все это увезти оттуда не мог, ему пришлось такси заказать, такси все это сложить, чтобы это в гостиницу отвезти. Там Зик, короче, выходит из кустов, что-то скажет и потом заходит назад в кусты. Ну, вы же знаете, токсичный чемпион Клет, если послушать его фразочки и на русском, и на английском, наконец-то, слава богу, перевод адекватный, локализаторы нормально проработали, он реально токсичные фразы кидает. На английском он почти посылает тебе нахрен. На английском он там почти что факов тебе говорит. В русской версии там тоже похожие такие фразочки есть. Я все их не знаю, потому что за него не играл. Но когда он только вышел, все их прослушивали, заслушивали до дыр, так сказать. Но сам чемпион в соло-ку как-то не прижился. С фервором он будет играть, с фервором будет играть и Рэй. Ну что ж, Рэй, твой выход. Я не думаю, что этот рипер сказал Рэю, чувак, если ты хочешь остаться в составе, то вот твой выход сейчас. Я не думаю, что было там так сказано. Потому что с Боннифуфу такого не было, ребят, кто не в курсе. Боннифуфу не выдержал, можно сказать, напряжение, которое было между командой. Ну, то есть, понимаете, быть всегда в напряжении, выходить после смути или выходить перед смути и знать, что проигрыш, и будешь ты виноват или будет виноват смути, проигрыш команды вас будет менять по очереди. Это его немножко смущало, он это тоже на своем стриме рассказывал. Никаких претензий у него нет, он понимает, что именно так и надо строить правильно команду. У нас здесь интересный размен. Он Рэйву проиграл. Даже не снял... Как ее зовут? Клара? Я ее Кларой называю все время. Там Скарл, Скарл. Вот, я ее Кларой почему-то называю. Пусть будет Клара. Ну, или Скарл, ладно, чтобы вы тут не приставали ко мне. А то скажете, что... Он еще... Мало того, что он националист, так еще и оказывается. Имена женские с мужскими путают. Возможно, он гей. Все правда, ребят. Все, что пишут в чатике обо мне, это все правда. Дженсен здесь подлавливает Рю. И тот, не зная, куда забегает, а забегает он прямо в пасть кисочки. И кисочка его, точнее, в пасть кошака. И кошака вот тут же сжирает. Ой, у него большая проблема. Нажимает W и доджит Зиговскую Ешку. Ну, у W кд 24 секунды, а у Зига Ешка-то откатывается каждые 7 секунд или 8, сколько там. Ну, довольно низкий. Ну, ладно, 7-8, это, наверное, чуть-чуть загреженное. 12 секунд, я думаю. Стандартный будет таймер. У Риутов вообще с таймерами любопытная схема. У них, короче, 24 секунды. Это долгий спелл. 16 секунд это средний долговидный спелл. 12 секунд это быстрый спелл. То есть вот такие таймеры, кто не знает. Воу! Великолепно! Вот это мне понравилось. Вот эта механика мне понравилась. Рэй дико классно сыграл. Не достал контракт. Флэшается, дает прокаст и делает килл. Вы видели, как это сделал Рэй? Это было классно. В этот момент Метеус попытался сделать ганг на бот, но у него он не получился. Отбежал Сники со Смути под вышку и Сники решил нажать рекорд. Если нам покажут повтор, вы увидите, как Рэй сделал прыжок вперед. Сайдстеп вниз, зная, что Зиг сорвется и даст в него Ешку. Ну или это Кушка. Короче, вы поняли. Я ее Ешкой называю. Наверное, это не Ешкой. Я ошибаюсь, ребят. Сейчас посмотрю, как этот спелл. Это Кушка, это Кушка, ребят. Кушка, Кушка. И 8 секунд у него, кстати, КД. Значит, начальный у нее 10 секунд. У нее не 12, даже 10. Это Кушка. Ешка это прыгать туда-обратно. Моя ошибка. Кушка. Так вот, он сделал врыв. Сайдстеп вниз, чтобы задоджить Кушку. И продолжил битву. Где Зиг решил дать по нему уже следующий спелл. Но тут Рэй дает по нему свою W. И динает урон. Не получает никакого урона. Замедляет Зига. Ну и Ганг удался. Ну, Ганг удался только потому, что Рэй его создал. Это не Рингар, хорошо сыграл. Рингар сыграл, ну, как должен был уже доиграть. Даже немножко ошибся теоретически. Контракт должен был сделать флэш и сразу Е дать. Ну, теперь сложновато будет, наверное, Зигу, потому что надо быть аккуратнее. Но у Рэя здесь проблема с паком мапсов в Кухан. Не попадает. Рэй тут же делает инициацию по нему. Но Зиг молодец. Видели, видели? Рэй нажал W, а Зиг не дал ни одного спелла в этот момент. Просто ждал, пока W замедлит его, нанесет по нему урон. Ну, хотя бы в ответ тогда он разменяется в плюс. Контракт готовится прыгать здесь в Рю-Рю. В прыге выдает прокастик и Рю тут же отфлэшивается. Совершенно другая команда Cloud9 с Рэем оказалась, но это обсуждалось в прошлом сезоне еще. Сейчас, когда этот Тауэр Дайв, блин, неудачный вард поставил Контракт, но Меттиус не знал, что этот вард был поставлен неудачно. Он увидел, как вард теоретически был поставлен в куст, и он не знает, он в кусте или нет. И Вижена у Меттиуса недостаточно. А у Контракта вообще нет Вижена. В итоге Меттиус здесь с Рингаром встречается и отходит. Нет, дает топор, смайт на смайт, выигрывает смайт в военную Контракт, Контракт передамаживает Меттиуса, Меттиус проигрывает один на один, это его ошибка. 3-0 Рингар, потому что у него были айтемы у Меттиуса, не было КДР ботинок, у Меттиуса не было никакого дэмэдж айтема, и у него был просто Руби Кристалл. А там 2 кила у Рингара, и это как бы намек на то, что Рингар, парень непростой, и он готов убивать тебя. Ошибка Меттиуса, конечно. Ну, давайте я тогда расскажу, ну вот, что я там начинал говорить. Cloud9 изыграли вот совершенно по-другому, в другую игру. В прошлом сезоне команда Cloud9 решили пойти по методике команды СКТ. У СКТ, напоминаю, был Изи Хун на миде. Изи Хун же его звали? Надеюсь, Изи Хун его звали, может быть, я ошибаюсь. Который заменял фейкера, если фейкер начинал вафлить, или начинал вафлить любой другой игрок. Они все равно просто заменяли фейкера. То есть это был как ключевой момент, тренер недоволен вашей игрой, он меняет игрока. И из-за этого конкуренция выше становится. Ладно, не дают мне договорить. Контракт сделает в Рэв Зега, Зег ультует, но попадает прямо в контракт, ешится по нему туда-обратно, дает Кухан, но хватит ли дэмэджа Контрактсу, он снимает Зига. Его с Карла, но толку никакого. Но нет ульты у Зига, и теперь он не сможет убежать, если еще один ганг произойдет. И не сможет никакого ганга вообще сам сделать. Метюс ждет здесь Контрактсен на Пинкварде. Дождается, пока Контрактсен тратит спеллы, дает по нему прокаст. У Контрактсен большие неприятности. Райсу нажимает телепорт, Контрактсен пытается задоджить, но ничего не дает ему эта цепь, отфлэшивается Дженсен, топор в него попадает. Метюс шикарно здесь отыграл, конечно, прочитал. Ой, ошибается с топором, но делает все равно продолженную погоню. Этот топор, который промахнулся Метюс, стоил ему жизни, ребят. Вот так вот, не кинул топор во врага, а погиб. Но сделали килл на Дженсене, сделали шатдаун на Контракте. И Ирю немножко вернулся в игру, потому что он тут отставал по фарму. Почти 20 уже мапсов там было, 60 на 40. И не было ни одного спеллабилити у Контракта, он все потратил. Дженсен не успел отменить свою ульту, прилетел поздновато. Вот он, топор. И вот сейчас, если второй топор попал Метюс, он не докинул его. У него такой топор без Виагры был. Кинут. И погиб Олаф. Да. Гуд джап, гуд джап, гайс. Ну, очень похоже, да, было, что это все равно гуд джап, он сказал. Вот лицо Дженсена после смерти. Он думает, надо было, наверное, отменить телепорт. Может, надо было как-то быстрее просто туда добежать. Флэш же у него был, ребят. Может, как-то через флэш надо было туда сразу бежать, а не через ульту. Просто ульта я очень долго, он кастовал ее. Учитывая, что там расстояние такое близкое, чтобы добежать. Ну, а я вернусь к мысли. Надеюсь, мы ее договорим. Команда СКТ заменяли игрока. Иногда даже начинали полностью с него. Изихун, если вафлил, то тогда фейкер выходил. И команда Клауд Найн с новым тренером Рипером сразу же прикупили себе игроков. Рюшку здесь ловят. Недолго он жил. Рюшка недолго радовался своему синему бафу. Это, знаете, такая в соло-ку тема бывает. Ты такой думаешь, блин, мой мидер проигрывает. Отдам ему синий, он же отдаст его врагу. Ладно, рискну. Отдаешь ему синий, он отдаёт его врагу через 30... Какие 30 секунд? Через 3 секунды. Через 3 секунды отдаёт его. Ну, и так и получилось. Контракт предлагает забрать команде Клауд Найн Дрейка, и этим они занимаются. Изихун, заменяющий фейкера. Это была идея команды СКТ. Возможно, она была использована где-то в Китае до этого. Может быть, у другой даже корейской команды до этого. Что они во время игр... То есть, понимаете, идея-то исключает, что во время игры вы меняете игрока. У вас Best of 3, а вы его меняете. То есть, вроде бы, неразогретого игрока вы пускаете. Рипер, пришедший новый тренер команды Клауд Найн, сказал, мы будем делать точно так же. Он тут же сохранил Раша как джанглера. Меттиус всё ещё есть, Раш у нас есть. Тут же у них есть Смутти и Бони Фуфу, и они все вместе поехали в Корейку гонять. В итоге у нас здесь, подождите, Зига цепляется за Рея. Рей классно делает сайдстеп. Ну и Зиг не нанёс достаточно урона. А Рей, видимо, был без бэка всё это время. В итоге в Корее, в итоге, получается, команда Клауд Найн отказалась от Раша. Ну не то, чтобы исключили, просто Раш, видимо, не захотел играть на таких условиях, где его будут постоянно менять. Ну и Меттиус стал основой команды Клауд Найн. А вот Саппорта они обещали менять туда-обратно. Ну и так, в общем-то, и делали. Половину сезона, именно половину сезона, была объявлена команда Клауд Найн, что они будут выбирать, кто будет у них основной Саппорт. И, честно, могу сказать, Бонифуфа не сильно уступал Рей, о, извините, Смуте. Очень не сильно, там, ну, совсем близко. Я бы, например, не смог принять решение по именно тем играм, которые проходили. Ох, как тут по Рео проходит урон. Эро уже здесь, Эро будет его пытаться убивать. W, какая шикарная, зашла. А у нас здесь Тауэр Дайв устраивает контракт, но при этом погибает. Дженсона тоже будет убивать Меттиус, он отпрыгивает на своей ульте, остается в живых. Это был Тауэр Дайв по Рео. Своими прыжками убежал назад. Команда Клауд Найн потеряла игрока и не смогла даже вышку поломать. А вышка на топе сейчас должна, наверное, упасть. Рей у нас с телепортом, может быть, он полетит сюда куда-то. Нет, он смещается просто ножками на мид. Потому что у нас Дженсон очень битый. И сюда же нами пошла. С тем временем остался один на топе. За спину с телепортироваться у Рео не получается. Некуда лететь. Тварды просто такие дурацкие стоят, некуда реально лететь. Давайте посмотрим на Тауэр Дайв. Контракт решился все же на этот Тауэр Дайв. Попал в цепь. Цепь он не снял через W. Вот она ошибка. А он должен был снять ее через W, эту цепь, но не снял. Бэдишники забрали себе ФБ вышку. РУ забрал себе в соло ее. И он играет, как видите, через Мономон. Митис тут в кустах не стоял, но его все равно не увидел Сники. Сники здесь даже не проходил. А вот Карма сейчас будет от Смутти проходить. И Вард не ставит Смутти. У него нет Варда. Его кидает Баббл. Минус Смутти. И Сники дает последний спелл, чтобы убежать. Но его будет пытаться убивать. Он пытается задоджить топоры, но это не получается. Дэмэджа много нанес Сники. Этого всего недостаточно. Наверное, не стоило давать Кухана. Стоило сразу убегать под вышку. Это ошибка была его. Тем более, что под вышку он бы смог... Опа! Контракт спрыгает в Зига. Зиг не попадает своим Куханом. Попадает в Рут. Продолжает его бить. Контракт. Но он один. Рэй не пошел. Рэй тут вышку бьет. И отпустил. Отпустил. Так вот, Бенни Фуфу стал в итоге. У нас игроком запаса. А в дальнейшем он просто стал стримером от команды Cloud9. А сейчас он вроде бы стример просто не от кого. Смуте стал основным. Ну и в этом году был интересный факт. Дженсона большие неприятности. Но он улетает. Его, правда, подкидывает. Ой-ой-ой-ой. Дженсу надо задоджить этот топор. И у него это не получается. Влетает здесь Рэй. Дает ульту по Метиусу. Пропрыгивает. Получает отхил. У Метиуса нет больше ульты. Идет W. Переключается Рэй на Рю. Но Рю, как же он задоджил Рэя. Но, правда, это все равно ничему не привело. Прилетает сюда Зиг на своем телепорте. Нажал ульту. Бегает под своей ультой очень быстро. Но толку-то какого? Надо же дэмэдж наносить, а не просто бегать. А он реально просто бегал. Рэй погибает от Эрован. Но, скорее всего, Зиг умрет от Сники. Нет. Там хил идет. И отходит Зиг в сторону. 7-7 у нас по киллайм. Размен получился в итоге 2 в 2. Убили Дженсона. Убили Рю. Убили Метиуса. Убили Рэя. И команда главная еще сломает вышку. Потому что у них все же численный перевес остался по игрокам. Все же Зиг больше потерял ХП. Сники получилось добить эту вышку. Все же. Ну, вроде это было очевидно. Но сегодня, честно скажу, ребят, точно так же я умер сегодня в соло-ку, играя точно так же. Ну, мы, правда, ту игру выиграли. Я на Элизи бегал. Но точно так же я погиб. Вроде бы очевидно, что сейчас под ускорением, под четвертой автоатакой тебя подойдут. Убьют и отбегут из-под вышки. А ты вот не реагируешь и все. Предикшн-вейв, да. Предикшн-вейв от Адриана. Да нет, на самом деле он пытался ультой сбить Райзу. А он с копией... Он вообще был за джуком. Это копия там была. Рэй флэшился убивать копию. А на самом деле вернулся назад на Лебланг. Сейчас посмотрим, как Рэй умрет. Он сделает прыжок вперед. Попадает в бабл и его убивают. Шикарный бабл от Адриана. Но Дженсона ни гра не идет. Дженсона, конечно, не поменять. Перехвалил я, конечно, Дженсона, наверное, на этой неделе. Перед матчем. Я говорил, что он там вообще непобедимый. Контракту надо дать один спелл. И он сможет нажать на себя W. Отхиливается. Разворот гейминг будет устраивать колл-ауд-найн. Надо убивать Метеоса. Метеос пока прячется. Ширяется по кустам, но его замечают. Он влетает в Сники, но убить Сники не получится. Дабл баф достается Рэй. Очень долго Смуте не добивал его. Пытался отдать кому-то дабл баф. Дженсона. Большие проблемы могли сейчас возникнуть. То есть у Сники он отменил ульту и отбежал в сторону. Над Дженсом побоялся ворваться внутрь. Ну, наверное, и правда. Один на один по киллам. Рэй, ой, извините, рю здесь, правда, вышечку сейчас сломает. Рэй у нас с дабл бафом. И сейчас будет такой момент, где он может быть даже Зига убьет один на один. Я не успел договорить про факт, когда там битва эта началась. Пять-четыре лолы вправду. У Метеуса пять киллов. Это очень плохо, на самом деле, ребят. Потому что в Солоку вы, да, иногда Тринити Форс, иногда Блэк Кливер собираете на Олафе и убиваете. Но здесь-то такого не будет. Здесь будет Санфайр с Дэдмен Сплейтом, с выходом в Спирит Визаж и Фроузен Хартом. Я сразу вам весь билд сказал, и он такой будет. Ничего не поменяется. Никаких Титани Гидр, никаких Тиаматов. Ну, простых Гидр, соответственно. Никаких БТ, никаких Блэк Кливеров. Стандартный абсолютно билд будет в Танка. И Метеус набрал пять скиллов в своей команде. Это очень много. Единственное, вот Райт Лос Глория, если бы он сейчас собирал, возможно, это было бы получше. Потому что... Хотя зачем, у них и так есть ускорялка Зига. Да, не нужно, не нужно. Не пошел Зиг, кстати говоря, с Рэем стоять один на один. Он понимал, что тот его с дабл-бафом убьет и решил спеститься к своей команде и помочь им забрать Дракона. Ну, и Рэй тогда просто забрал вышку. Размен вышки на Дрэйка. Нормально, Клоунайны должны быть довольны, что так получилось. Потому что у них Джин все еще пустой. Почти уже в Тринити Форс. Райт все еще настакивается, так сказать. У него только восемь стаков, если я правильно вижу, не десять. То есть проигрывает пока Клоунайны по своим чемпионам просто. Ну и у Олафа все еще есть дэмэдж. У него замакшена кушка. Не замакшена еще Ешка, но он ее замаксит. А урон у этих спеллов довольно приличный. Потом он будет, конечно же, переходить чистого танка. И тут урон начнет его пропадать, потому что все остальные чемпионы начнут левелапаться. И хп у них будет гораздо больше. Ну так вот. Когда закончился чемпионат мира, команда Клоунайны не совсем была довольна своим выступлением. Но оно и понятно, они заняли всего лишь восьмое место. Против Кореи толком вообще ничего сделать не смогли. Да, они победили ЛМС регион. Да, они победили китайцев. Но Кореи ничего сделать не смогли. Я думаю, этим был также недоволенный Импакт. Когда начались каникулы, Импакт уехал в Корею. Потому что он там живет. У нас тут на Рея выскочили. Рея через флэш убегает. И пытается от Рю убежать. У него нет W. Рю может за ним сейчас погнаться. Но тот прыгнет через спельчик. Но этого недостаточно. У Рея большие неприятности. Он ультует в Рю. Рю отфлэшивается. И, к сожалению, не получается Рею сделать никакого килла. Но команда главная сломает за это время вышку на топе. Дабл-бафа не было уже у Фьоры. Так что это не страшно. Килл на вышку. Если вы вышку в ответ никакую не теряете, это хороший размет. Хотя вот тут Ру бордеет. Будет битва. Ну, пока не будет битвы. Скорее всего, вышка просто упадет. Хотя Сники уже успел подойти. Зачистил здесь мопцов. Ру пытается выбить ее. Выбивает все же. Прог с Тандерлорда. Ой, извините. Прог с Тринити Форс очень хорошо работает. Ну, да-да. Метчус постоянно у нас нажимает Гост. И постоянно нажимает ульту. Комментаторы об этом говорят. Что Метчус не задумывается о том, будут помогать ему игроки из его команды или нет. А он постоянно жмет на эти два спелла. Потому что у него ботинки на КДР. Откат гораздо быстрее будет. На 15%. Ну, на ульту 10%. На 15% Госта. А Гост и так всего 3 минуты откатывается. То есть, там 2,5 минуты это ерунда. Практически, когда у тебя ульта появляется, ты снова можешь Гост прожимать. Ну, так вот. Импакт уехал в Корею, потому что он там живет. Но, помимо этого, прошел слушок, что Импакт начал себя пробовать в разные команды. И знаете, что сделал Риппер? Вот это был шикарный мув. Можно фильмы снимать по вот этим... Как это называется? Менеджмент, наверное, командный. Очень хороший командный менеджмент он сделал. Он тут же, тут же, как только узнал, что Импакт пробуется в другие команды. Контракт здесь делает врыв. Вероу один на один. Не хватило его убить, но Адриан, скорее всего, умрет. Дженсен с флэша добирается до Ироу, убивает его. Зиг здесь прилетает на своей ульте, цепляется за Дженсен. Дженсен, наверное, убьет. Но пока не получается. Подходит сюда Рю и коммунизит этот килл для себя. Настоящий Рю так бы не поступил, но сам бы сделал, я имею в виду. Рэй тем временем никуда не ходил. Это было сражение 4 в 5, и команда Клавдайн забрала 2 килла за 1. В реальности это было сначала 2 в 2. Ой, Рю цепляется за Смути, пытается убить, но подходит Контракс. И отпрыгивает Рю назад, а Смути нажал на себя щиток и остался в живых. Что потратил Рю на это? Это ничего, просто ульту потратил. Ну, это ерунда. Так вот, какой классный менеджмент ход сделал Рипер. Он купил игрока, подписал игрока Рэя, подписал с ним контракт, забрал его у простых смертных. И Рэй попал в запас команде Клавдайн в итоге. И объявил во всеушлышание это, что у команды Клавдайн новый топ-лейнер. То есть, Импакт даже не успел попробоваться-то толком. Знаете, как обычно пробы у них происходят? Игрок сговаривается с тем, кого он знает из этой команды. Они играют вместе с Кримой. Там 5-6 игр сыграют вместе. Но это займет где-то неделю. Посмотрят, получается, не получается. Какая атмосфера в команде. Тут у нас битва-то происходит. И Рэя убивает. Но команда Клавдайн будет, наверное, мстить за это. Нет, отпускают. Джин у нас с ультой, но решил отпустить. Метеос ультанул. Госпоражал, ворвался в Рэя. И Рэя убежать было очень тяжело. Но в итоге команда Клавдайн отдала килл. Но в ответ ничего не заберет. Хотя Рэйс в этот момент запушит гигантский пак мобцов в подвышку. И задоняет его. Так вот, проходит неделя. Они там поиграли вместе, посмотрели. Ну и дальше идет предложение уже от самого менеджера. Хочешь, можешь попробоваться у нас. Хочешь. Ну а если попробуешься, надо еще неделю поиграть вместе, так уже посерьезки. Так обычно это все происходит. А не так, что... Ну или вас, наверное, скауты ищут. Насчет этого я не знаю. Но в Америке, я думаю, там скауты даже есть. У каждой команды. Либо игрок, полускаутер такой. Ладно, ребят, мне не дают вам рассказать эту интересную, великолепную историю про менеджмент. Потому что здесь у нас Клауд Найной сделали ловушечку. Но ПАД-шники знали, где они сидят. Пойдут сейчас ульта Зига. На эту ульту Зига бежит там под нереальной скоростью Эру. Эру прыгает. И Дженсен здесь обречен был. Отпустили Дженсена. Метеус тоже вбегает, цепляется за Сники. Сники есть флеш, но он не отфлешивается от важных спеллов. И это его смерть. По-моему, надо встречать лицом к лицу ПАД-шников, когда они так делают врыв, а не убегать. Это грубейшая ошибка. У Рея был телепорт, у команды Клауд Найной был рингар. Надо было просто встречать их лицом к лицу. Да, нажал Зиг ульту. Да, нажал Метеус свою ульту, свой ГОСТ и побежал. Но вы не должны... О-о-о-о, у Рея! Из-за теории, Келец еще один к нему приходит. Это выкидыш, ребят, только что был. Неужели это будет первая победа для Зига? Неужели, в самом деле? Ну, для Зига, в смысле, для Кледа. Посмотрим. Сейчас на бэке будут ПАД-шники, я успею договорить. Объявил он этого все услужения. И импак, который не успел нигде еще засветиться, так сказать, не успел ни с одной командой договориться, понимал, что если он сейчас же не вернется в Америку, сейчас же не начнет подписывать снова контракт с командой Клауд Найной, но он подписывал с ними на один год контракт, а во время перерыва контракт у него висел, ну, открытый. Вернулся, подписал, и все про это забыли. А Рея в итоге, ну, сместили просто на саппорта, ну, такого вот живого саппорта. Вот так вот, ребят, надо мотивировать игроков, а не возиться с ними. Ой, ты в армию хочешь? Ой, ну мы попытаемся все сделать, чтобы ты в армию не пошел, форгивен. Давай, постреляй только, постреляй. А почему ты ушел в середине сезона? Мне не нравится играть с этим... Кто там у них был? Фабиван, да, тогда? Или Рю тогда был на медиа? С кем он не хотел играть? Он там с мидером не хотел играть. А, с Перксом. Он говорит, мне не нравится Перкс на медиа, я с ним не хочу играть. Не хочешь, пошел нахер. Все. Вот так надо поступать с игроками. Не хочешь, пошел нахер. Все, в армию иди служить. А они там, о, ну ладно, давай, попытаемся, все ради тебя сделаем. Давай, обменяем. Тебя обменяем на Звена Смитти. Звен Смитти придет в нашу команду, ты пойдешь в ту команду. И зачем-то Ориджины согласились на эту херню. Не знаю, зачем они на это согласились. Обменялись в итоге ботлейном команда G2 с Ориджинами после чемпионата мира, помните? Ну, в итоге Forgiven киданул и Ориджинов ушел потом в H2K. С H2K попал на чемпионат мира, видимо, Янкос его терпеть мог. Но чемпионат мира закончился, и наконец-то в армию его отправили. Но это, имея в виду, ну, без хейта какого-либо к Forgiven, просто я имею в виду, что это спорт, ребят. Это не киберспорт уже. Это реальный уже спорт. И здесь не должно такое прощаться. Завафлили все. 0-2. Заканчивается для вас игра. Он. Не надо было ошибаться. Ошиблись однажды, вас наказали. И уже 0-2, ребят. Заканчивается неделя. Метеуса выгнали из команды, потому что Дженсуна видите ли, не нравится, что у них в джунглях находится Метеус, который просто фармится. Что-то команду P1 устраивает, то, что парень просто фармится. И оказывается, этот парень не только просто фармится. Я про Метеуса сейчас. Оказывается, если не заставлять его играть на бесполезных чемпионах, на которых он не умеет играть, а позволять ему играть на Элизи, позволять ему играть на Олафе. Даже Клод Найны разваливаются. И Метеус у нас продолжает быть непобедимым. 8-4-4. Отыграл Олаф. Уничтожил только что всю команду Клод Найн. Везде был. Пришел на бутлейн и снял саму Нерспелы. Потом их задавили. Пришел на топе, уничтожил Рейя несколько раз. Пришел на мид. Не знаю, сколько раз. И Дженсен отправлял в серый экран. И даже Пиван кричат. А Контракс? Да. Можешь только вот сидеть вот так вот расстроенно сейчас смотреть. Только вот так расстроенно и смотреть на статистику. Что пошло не так? Ты был 3-0. 3-0 Рингар. 3-0 Рингар проиграл. Конечно же, они друзья все еще, ребят. Я просто говорю, что отношения должны быть серьезные. Ты должен свои обидки все закидывать и играть. Пиван! Да, да, да. Вот он, парень, из-за которого Метеоса-то выгнали. Это они не скрывают. Это было в видео сказано. Не было никаких скрытий. Было потом отдельное интервью, где он конкретно это не назвал, но он сказал, что отношение с командой стало намного лучше. Раньше было из-за одного игрока немножко хуже. Вот так вот он сказал. Дженсен. Ну, из-за какого игрока? Из-за Бонифуфу, наверное. Бонифуфу виноват был. Конечно же, нет. Он намекал на то, что с Метеосом у них конфликт, который не разрешается. Ну, а вот Метеос приходит просто на замену в команду Пиван и команда Пиван делает 4-0 на этой неделе благодаря Метеосу. Да, первая игра на Казиксе была отстой. Я все еще это признаю. Благодаря Метеосу 3-0 они делают. А без Метеоса 1-0. Такие менеджерские уловки уже не сработают с фейкером, ибо второго теперь фейкера не найти. Ну да, есть такое. Тесерманаг 0 и флайквестов. Да, 2-1 они победили сегодня. Ульта Кледо, да. Ульта Кледо очень хорошая замена Севирки. Олаф под ультой Кледо бегает вообще на нереальной скорости, добегает до любого керри и убивает его. Обычно там берется Севирка. Здесь, видите, без Севирки обошлось. Эзм, честно скажем, ничего не делал. Какой перкс? Значит, не перкс. Точно не перкс? Ты уверен, что Форгивен не был в G2? Значит, не перкс, ребят. Значит, вот по поводу этого я ошибся. По поводу, кто там мидер был. Я пытался вспомнить мидера. Вы же слышали, я пытался вспомнить. Мне показалось, что именно это именно перкс был. Кто отказался играть с ним. Там была тема, что мидер какой-то команды отказался играть с Форгивеном. Это было на редире, это писали. Кто это был? Ну, мне что-то казалось, что это перкс был. Как мы на Форгивеном мы можем выйти сейчас. А я знаю, как мы можем... Не, мы не сможем так уйти на Форгивен. Он же сейчас не числится ни в одной из команд. Вы могли историю посмотреть? А, мы можем чемпионат мира найти. Вот, там мы выйдем на Форгивен. Сейчас, ребят, давайте добьем тогда уже эту тему, а то опять обвинители нашлись в чатике, видите, сразу же, сразу же. Диванные аналитики, они везде. Заходим в команду H2K, зажимаем, нажимаем, точнее, на Форгивен, и смотрим, в какой команде он что играл, какая у него история. Где он? Его здесь нету даже. А, вы так сделали? Риуты, риуты, риуты. Вот вы делаете некрасиво. Вот вообще делаете некрасиво. Они ростерсов-то поменяли? И эта ссылка, она типа меняется вне зависимости от того, какую лигу я выбрал. Она меняется на всей лиге сразу. Но так я не играю. Видите, у них здесь Ньюклер и Чо уже висят, а Форгивена нету. Черт. А этих Чо и Ньюклера не было на чемпионате мира. Лол Вики. В Лол Вики долго искать. Ладненько, ребят, сейчас я посмотрю, чем у нас закончилось здесь. Игра, кто выиграл, перемотаем назад, там, ЦЛГ или Тим Ликвида, просто, чтобы знать, кто выиграл. Вот, Силлгшники, судя по всему, выиграли. У них колоссальное преимущество по золоту. Так, эту ссылку можно уже закрыть. Колоссальное преимущество по золоту. У них три дракона, и я говорил, что у них мидгейм будет неплохой. Видимо, в мидгейме все это и смогли они сделать. А Тим Ликвида Далейта теперь уже и не доживут. 1-4 Голден Глу. Голден Глу не пошла игра совсем сегодня. На Кассиопе, ЦЛГшники его разгромили. Сейчас его на Ариане разгромили. Ну и мы здесь уже концовочку давайте досмотрим. Я не знаю, кто точно выиграл, но скорее всего это ЦЛГ. Тут игра уже. Осталось идти парочку минут. Теоретически, нет, нет даже теоретических шансов, потому что там все еще стоит Т1 на миде и Т1 на топе, то есть Тим Ликвида никак не отыграются здесь. Даршан у нас даже без плюс айтемов идет, то есть Наутилус не идет супер впереди от него. Ну давайте посмотрим, как Ариана видимо тупанет опять. Подошли подбивать эту вышку Стиксая очень много урона сняли, Стиксая остался изолированным, но отфлешивается он и снимает таким образом всю инициацию команды Тим Ликвида и теперь делает ответочный врыв. Пошла инициация, Хухика ловит, но он нажимает Джоню и Голден Глу промахивается. В итоге у нас умирает Казикс, Хухик цепляется, делает килл на своей Эрке, возвращается назад, а Даршан Сексмити продолжает гоняться за Арианы. W минус Голден Глу, ну а здесь у нас Лаура остался один-единственный в поле, а не, еще Матый остался в живых. Цепляется за Лаура, Хиксмити кидает его в свою команду, но это уже не имеет значения, надо просто заканчивать. 8-21, Тим Ликвида молодцы, молодцы, то что они дали бой, я честно думал будет 0-2. Сегодня кто-то спрашивал, как выигрывают CLG-шники, ну кто выигрывает CLG или Тим Ликвида, я сказал, что скорее всего CLG, учитывая, как они вчера отыграли. А вот Тим Ликвида вчера, кто не помнит, они проиграли Immortal 0-2 и все эти игры были не больше 30 минут. Там вообще вансайт было. Ну и сейчас они 1-2, ну хотя бы что-то сделали. Сейчас посмотрим, ребята, что у нас по расписанию дальше. Но сегодня уже все, ничего не будет. Могу только вам и не шутки поговорить. Так, от кого они Тим Ликвида победили? CLG-шники, получается, проиграли Тим Ликвида в прошлом круге, а в этом круге победили их 2-1. А прошлый круг 0-2 закончили. При равенстве очков Тим Ликвида будут выше находиться, потому что они одну карту отобрали. Ну а Клауд Найны, еще одно поражение, отличная неделя для них. И Рэя обвинить в этом поражении не могу. Полностью виноват контракции Дженсен. Вчера, в общем-то, тоже. Ну в первой игре, ладно, импакт еще виноват. Ну, тогда можно сказать, что и вся команда проиграла. Давайте уж тогда так говорить. Проигрывает команда, побеждает отдельный игрок, а проигрывает команда. Но только наоборот, обычно говорят. Типа, выигрывает как команда, а когда ты проигрываешь, ты проигрываешь конкретно ты. Но это на тебя, когда Флэйм идет. Клауд Найны у нас проиграли по одишникам. Меттиус уточняем. Ну и Меттиус у нас... А, почему я 1-2 записал? 0-2 же. 0-2. 0-2. Ох там, сейчас у нас тренер, Риппер, будет бунтовать. Ох, он их заставит эту всю неделю тренироваться. Понятно, что он не мог ничего изменить относительно вчера. У них всего ночь, есть что поспать. Ну, можно еще с утра там сгонять соло-кушку парочку. Но сейчас, эту неделю, он их дрюкать будет, я не знаю, по 16 часов. Никаких стримов от Сники, ничего не будет. Заставит всех играть, никаких бухаловок, развлекаловок. Метилус отомстил. Да, да, отомстил, на самом деле. Он не собирался мстить, но отомстил, в итоге, получилось именно так. И Метилус показал, что он все еще не ржавый и готов побеждать. Фраму забавный чувак, а Фраму вообще забавный чувак. Он довольно веселый паренек. Тихо, 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 давайте послушаем, тут интервью было. Оставлю интервью, ребят, и уже будем стрим заканчивать. Спасибо, что пришли. Давайте я последний раз еще расскажу. Я не нацист, не националист и не расист. Все расы, все языки, все для меня равны. Серьезно, ребят. Тогда шутка зашла хорошо, потому что, ну, она зашла для вас нехорошо, потому что вы ее не поняли, потому что люди, которые писали всякую гадость, они были именно оттуда. И поэтому я сагрился. Сагрился, потому что они меня выбесили. Сексист. Вот сексист, да, кстати говоря, сексист, возможно. Согласен. Знаете, как это было в фильме в одном? Я возвожу на педестал вагину. Я даже помню этот фильм, по-моему, Молчаливый Боб, да? Этот, как второго чувака звали? Молчаливый Боб первый, второго как звали, я не помню. А, нет, вру, 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 вру. Про возводишь на педестал вагину, это не в этом фильме было. Это был Роуд Трип, это в Роуд Трипе было. Роуд Трип. Джей Молчаливый Боб, но эта шутка была не оттуда. В Джей Молчаливом Бобе было я здесь клитором командую. Давайте послушаем интервью, я вам его тогда переведу, раз вы уже хотите. Просто приведу Роуд Трип, это рефресер, может быть, 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 но это было definitely the highest pressure situation that Ray had been in. So, I definitely think that Ray, he did okay, but I definitely think that Zig got the better of that and played around his team more. All right. Well, for more on that series, Freak is stage side with a couple old buddies. Couple old buddies. Thank you very much. Great cast today. I'm here with Meteos and Sneaky, of course. Meteos, I just got to ask, you know, this is kind of unexpected, I got to imagine. You said you weren't really playing a lot of League getting into this. Sneaky, ты неправильный микрофон держишь. How kind of surreal is it, first of all, just coming in out of almost nowhere and actually winning both your matches? Well, it feels pretty good. You know, if you told me this was going to happen a week ago, I probably wouldn't believe you, but, you know, that's kind of life. Just happens one day at a time. But how about, you know, against your old team, of course, you got Sneaky here to your right. Hey, you guys are one of the closest friends. Oh, блин, эти каламбуры сейчас будут точно. Ну, первый вопрос он спросил, типа, у него, как вообще, ты себя чувствуешь, вы же победили, ты пришел из ниоткуда. Он говорит, ну, как из ниоткуда, League of Legends это моя жизнь, как бы, я все равно здесь всегда был, никуда не пропадал. Ну, и дальше он, говорит, задал вопрос, но мы еще не услышали ответ от Meteos. Meteos просто сразу шутку бомбанул, и меня это взорвало. Он спросил у него, мол, ну, а что ты скажешь про своих тиммейтов, которых ты не видел уже давным-давно, а ведь раньше вы жили почти целый год вместе, и он говорит, жили вместе, да. Ну, здесь было немножко по-другому, в английском это together, да, жили вместе. Friendships I've seen in League of Legends, you guys are great together in that general sense. So, talk to me about sort of what it meant actually coming to the stage against your old team and against your, you know, three-year-long former teammate. Well, I think for me, the situation was probably easier to be in than for Cloud9, because for me, you know, I've got nothing to lose. You know, everyone knows I haven't really been playing that much league, I was kind of brought in last second. So for me, it was just a fun match against my friends, you know, just see how they're doing, see how I'm doing, and, yeah, pretty well, turns out. it was kind of low pressure situation for me, so, worked out. You did great. Now, Sneaky, I want to kind of... Well, he said, pressure because, you know, I was playing against videos, but I knew that if I'd overextend, I would die, for sure. He would capitalise. I came bot both games early, just for you. Yeah, exactly. Yeah, it was fun. Yeah, so... Well, Sneaky says that he didn't feel anything It was a regular game, and there was no such thing, that if he was going to hit the bot lane, then Matthews will come and kill him, and Matthews said, I came to you and killed you both times in the beginning of the game. What did you forget? So, then talk to me about sort of Cloud9 then kind of moving forward. Of course, Meteos, I think you're not really expected to play with P1 in two weeks. That's, I guess, up in the air, but the expectations, and Nori comes back in, just you nodding, so I'm verifying that. So, I want to talk then more about Cloud9, because that's sort of what you guys have in common in a lot of this. So, Sneaky, start with you, because you're still on the roster. You're the last of the old guard C9. What's this team sort of feel like compared to all the C9s past, including the ones of Meteos? It's pretty comparable to last summer split with the way we're, like, playing, because that's, like, the form we've been in for a while, where we don't have high, and he's, like, he was the main shot caller for us, so now we've kind of had to learn how to play on our own with, like, the five-man shotcalling thing, where all of us try to talk as much as we can and contribute. This last week, it's been pretty awkward. I think we probably needed these losses to keep moving forward, because our game's getting more sloppy and sloppy, so it was really hard to play, and, I think these two losses will kick us back into shape. It's actually really hard to win a lot. I'm not even kidding, it's going to sound troll, but, like, when you're undefeated like these guys, it's so easy to just, like, not try as hard. You don't have that motivation of losing, so. So then, what do you think? Well, there was a question that was a little bit about one, and Sniqi answered the other one. I wanted to know how do you feel that you've lost such players, like, FlyQuest holding half of your Лучше и лучше с каждым разом, потому что, ну и тут Метеус стрелял и сказал, что так и есть, выигрывать всегда это очень тяжело, и дальше он добавил, это я не шучу, не троллю, на самом деле выигрывать всегда очень тяжело, потому что если ты выигрываешь всегда, ты расслабляешься, и потом, когда начинается поражение, ты не знаешь, почему они идут. Дальше сейчас послушаем, что Фрик спросит. Везде с ними, а ведь ты больше не с ними. Кто не знает, ну он числился у Cloud9 до сегодняшнего дня, по сути. Тебя просто обменяли теперь в P1, там, наверное, за бабки тоже забашляли небольшие, и вот он спрашивает, ну и как ты к этому теперь относишься? Он говорит, ну да, я конечно же буду ездить, это мои друзья, и не забывайте, что вся моя про-карьера была в команде Cloud9, кроме этой недели, и это меня просто убило. Кроме этой недели, на эту неделю он в новой команде, все. Я не знаю, что я не знаю, я не знаю, что я не знаю, это будет. Я собираюсь и помогу P1, пока они найдут кого-то, что они хотят, так что, ну, ну, ладно, может быть, мы увидим, что вы думаете. Ну, и дальше он добавил, спросил у Метеуса, не хочешь ли ты вернуться на про-сцену? Он говорит, так я же и так на ЛКС сейчас на про-сцене, разве нет? Ну, и не выкрутился, конечно, Метеус. Фрик перефразировал свой вопрос и говорит, ты будешь ли играть дальше в какой-нибудь команде на постоянке? Он сказал, нет, скорее буду запасным, как нужен буду кому-то, они меня позовут. Все, ребят, вот все интервью. С Никки толком голоса не дали, С Никки молчал, как видите. Метеус больше всех болтал, но было забавно. Ладненько, ребят, все, разбегаемся. Спасибо, там, за донат, который был. Джей, Джей уже не в Мете. Я в про-сцене. Чемпионат проиграли, тут проиграли, сколько же еще поражений нужно, чтобы С Никки заиграть. Ну, это же, ты же понимаешь, Никки, к чему это шло. К тому, что они шли почти непобедимой командой в Америке, сейчас проиграли эту неделю, и надо действительно начать снова бороться. Я не удивлюсь, что может такой момент произойти, что Рипер разозлится сейчас на контракция, на эту молодую звезду, вернет Метеуса назад в основу, поставит на место Дженсона. Я такое могу, ну, вполне видеть впереди. Это был вопрос про напарника, мол, челевого Боба. Ну да, да, да. Но я говорю, это уже не актуально. Это уже не актуально. Ладненько, не обижайтесь, ребят, если кого-то обидел. Самое смешное, у нас зрителей-то прибавилось. Кто-то сказал, что будет отписываться от канал, но что-то никто не отписался. И это хорошо. Или какая там, там гитара какая-то. Какой-то такой звук должен издаваться. Мне здесь здесь хорошо, нормально заходит. Не всегда, но смотреть можно, смотрибельно.